друзья всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзором гаджетов и мобильных устройств и герой сегодняшней распаковки это новинка от компании vivo его в 21 е либо также как и многие производители немножко хитрят выпуская новинки в этом году да мы получаем якобы абсолютно новый телефон якобы с новым дизайном и весь из себя такой прекрасный но по сути телефончики являются перелицованными телефонами прошлого года если помните в прошлом году вышел и 20 его облегченный брат и v20 с е телефончики отличались довольно таки кардинально хотя были неплохими вот и в этом году viva решила долго не мудрить и выпустила типа флагман v21 с оптической стабилизацией на обе камеры и на фронтальную и на основную и его облегченного брата v21 правда не с е а е но по сути мы получили или 20 прошлого года в новой оболочке в общем будем смотреть что же представляет себя v21 е насколько он отличается от v20 и стоит ли переплачивать потому что v21 е стоит дороже чем v20 сейчас вы можете еще найти в продаже в общем будем смотреть будем разбираться но прежде чем мы начнем хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину player.ru которые в очередной раз предоставляют новинку на обзор именно в интернет-магазине player.ru по самым низким ценам вы можете купить как телефоны планшеты ноутбуки компьютеры а также бытовую технику вот и герои сегодняшнего обзора вы можете приобрести пройдя по ссылочке в описании ну а мы будем начинать ну что ж друзья viva v21 е хотя мы прекрасно понимаем что это прошлогодний и 20 ну что ж сделаешь в этом году приходится компаниям крутиться для того чтобы выкатывать нам псевдо новинки вот и v21 с индексом е такая в кавычках новинка плохо это или хорошо но я бы сказал конечно хотелось бы действительно полноценную новинку но тем не менее телефончик неплох 44 мегапикселя фронтальная камера да еще и с автофокусом это то чем действительно выделялся или 20 и вот v21 е полностью перенял эту фишку основная камера 64 мегапикселя 8 гиг у нас памяти ну и плюс расширение в кавычках конечно на 3 гига это фишка 11 андроида и новых прошивок в тех же viva up и риме во многих телефончиках есть подобная возможность быстрая зарядка 33 ватта и очень легкая действительно изящное устройство давайте смотреть что тут у нас дальше мы видим а вот такой вот у нас сэндвич виде чехольчика он прозрачный хотя нет такой вы знаете голубовато-фиолетовый что ли оттенок у него смотрится прикольно ну и плюс ко всему здесь у нас инструкция со скрепкой и вот такая вот бумаженция которая все это дело прикрывает здесь у нас зарядка viva flash charge 20 на 33 ватта большой на самом деле кубик ну и традиционно для viva здесь у нас даже наушники положили и справедливости ради надо сказать что неплохо они звучат до бюджетные но приятно что в комплекте имеются но естественно type-c кабель для зарядки и синхронизации ну что ж давайте это все пока отложим и уже займемся телефончиком посмотрим насколько все это дело сильно отличается ну или не отличается от прошлогоднего и 20 на фронтальной поверхности камера основная у нас виде капельки 44 мегапикселей это действительно в v20 был такой козырь и телефон многие называли телефоном для инста блогеров или тик токеров которые предпочитают снимать на фронтальную камеру действительно шикарная камера экран у нас 644 дюйма супер амолед пленочка на экране присутствует некое подобие олеофобки тоже хотя не могу сказать что палец прям таки очень хорошо скользит тыльная сторона да она немножко видоизменилась хотя надо сказать что смотрится это все неплохо действительно очень и очень хорошо телефончик изящный довольно тонкий порядка семи с половиной миллиметров ну и веса здесь порядка 170 грамм телефончик у нас стеклянный на тыльной поверхности это тоже стекло которое сделано в виде матового такого что ли с насечками ну в общем очень крутой рисунок здесь даже некий градиент прослеживается здесь вот чуть темнее здесь чуть светлее и вот такая вот матовая полоска в общем действительно очень классно но по большому счету отличие ответ 2 20 только именно в цвете корпуса потому что модуль камеры здесь ну практически идентичный то что мы видели в 20 на правой стороне кнопка включения клавиши регулировки громкости на левой стороне у нас сим лоток и здесь даже есть прокладочка небольшая влагозащитная и спасибо viva не экономят на нас здесь полноценный сим лоток две симки и с дишка в отличие от многих телефончиков других которые в подобных изящных корпусах мало того что нам массе лотки комбинированной делают еще и от трех с половиной миллиметров отказываются viva не отказалась три с половиной миллиметра присутствует отверстие под микрофон тайп си для зарядки синхронизации и решетка динамика снизу ну а сверху одинокая здесь у нас прорезь ну или отверстие под микрофон шумоподавление вот таким вот образом все это дело выглядит ну что ж будем включать будем настраивать и я к вам вернусь ну что же друзья и когда телефончик собственно говоря настроены ты берешь его в руки ты понимаешь что ну да это v20 который мы уже видели в прошлом году здесь у нас обычный экран 60 герц 90 герц как не было так и не завезли но большущий плюс то что в отличие от многих других телефонах самолет экранами здесь у нас имеется dc димминг из коробки снижение мерцания при низкой яркости огромное спасибо компании viva за это по яркости здесь вопросов никаких нету экран довольно яркий и в помещении я думаю что вы будете использовать на 50 60 процентах слава богу есть 10 димминг поэтому можно еще меньше выкрутить яркость телефончик работает очень шустро 8 гиг у нас оперативки 128 хранилища но и несмотря на то что здесь 90 герц нету ну скажем так каких-то лагов подтормаживание и фризов я не замечаю экран действительно очень шустрый сканер отпечатка пальцев по традиции viva у нас размещает под экраном здесь у нас супер амолед экран ну и разблокируется надо сказать все это дело шустро не в пример тем же самсунгом у которых подобные сканеры глючат и тормозят здесь у нас из коробки 11 версия android понятное дело телефончик абсолютно новый фантач ос ну и здесь у нас краткая информация 720 snapdragon под капотом 8 плюс 3 гига расширение здесь нам предлагают 128 внутреннее хранилище в общем вот таким образом фантач на 11 android версии смотрится поинтереснее чем на десятки здесь куча дополнительных фишечек типа ультра игровой режим есть у нас различные настройки под себя куча различных эффектов в общем вы действительно сможете все 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 подробно под себя настроить различные динамические эффекты окружающего света анимация отпечатка пальцев ну куча на самом деле здесь можно всякой всячины намудрить и будет смотреться это очень и очень неплохо давайте послушаем звук как звучит этот телефончик телефончик у нас моно к сожалению не стерео то есть ну повторюсь ничего све 20 не поменялось фактически вся та же самая начинка перекочевала полностью 2 21 е немножко поменялся только цвет корпуса в остальном же это тот же v20 хотя справедливости ради v20 шикарнейшие смартфоны до сих пор шикарнейший поэтому это наверное неплохо плохо то что компании в этом году нас немножко обманывают называя скажем так прошлогодние свои модели новыми именами и заставляя нас верить глупых потребителей в то что они выкатывают новые телефончики но я-то знаю что моих дорогих зрителей не так просто провести и все они прекрасно понимают что это не более чем такой небольшой фейс лифтинг давайте посмотрим на модуль камеры здесь у нас 64 мегапикселя основной есть ночной режим портретный режим видео здесь возможно снимать в 4к естественно присутствует у нас здесь конечно же стабилизация электронная правда не оптическая как в полноценном v21 есть естественно супер стабилизация которая позволяет еще больше стабилизировать видео но к сожалению немножко она начинает мылить немножко ухудшается но и дополнительные различные возможности типа панорамы съемки профессионального режима живого фото ну и так далее по фото и видео возможностям он точно также аналогичен v20 и это неплохо потому что v20 был очень и очень неплох сделал несколько кадров пробежался и давайте посмотрим буквально из окна щелкнул природа скажем так пейзажная съемка и очень классно получилось сейчас вот такая вот немножко скажем так не солнечная погода немножко за заволокло небо тучками но тем не менее буйство красок на месте и детализация очень и очень высокая ну и несколько съемок несколько кадров в помещении здесь тоже все шикарно действительно можно мельчайшие подробности и детали разглядеть на фотках ну и фронталка 44 мегапикселя она шикарно это одна из лучших если не лучшая фронтальная камера за свои деньги в телефоне действительно этот телефон можно смело рекомендовать тем кто предпочитает снимать и фотографировать на фронтальную камеру ну и несколько таких аля макро кадров крышечка вот фотоаппарата детализация шикарная можно очень близко все разглядеть мельчайшие подробности и пылинки ну и немножко текста на аккумуляторе здесь тоже никаких вопросов все отлично видно в общем что еще сказать действительно этот телефон очень сильно мне напомнил в 20 кто не видел обзор вы сможете это сделать по ссылочке в описании у меня на канале в 20 был и мне он очень понравился здесь тоже сейчас двоякие ощущения телефон нравится но по сути я прекрасно понимаю что это в 20 прошлогодний в 20 который немножко немножко подтянули где-то немножко поменяли цвет ему немножко где-то макияжик навели и выдают за новую модель в общем это данность 21 года с которой нам к сожалению еще я думаю год точно жить связи с тем что не хватает электронных компонентов производителям и они вот пытаются выкручиваться выпускают аля новые модели которые к сожалению выходят на старом железе вот таким вот образом в любом случае будем тестировать и в основном обзоре вам все подробно расскажу ну а пока буду с вами прощаться с вас лайк и подписка ну а я скажу вам до свидания с вами был айс всем